Я хотел буквально свое двухминутное выступление посвятить с точки зрения обеспечения информации и ведения информационной войны против Сирии, против России, потому что все подходы абсолютно схожи. Во-первых, я воспользуюсь случаем поблагодарить наши средства массовой информации, ведущие агентства ТАСС, Интерфакс и РИА Новости, через которых, собственно, наша страна и, как следствие, весь мир узнавали то, что там происходит. И наша поездка с точки зрения гуманитарного, она сделала некий прорыв, потому что мы привыкли получать информационную картинку, связанную с боевыми действиями. Убили там, захватили, сделали, добились, но именно то, что там налаживается нормальная мирная жизнь, это вот действительно показали через наши средства массовой информации, потому что, я могу отметить свои наблюдения, когда мы проезжали по многим дорогам, ведется строительство, ведется строительство домов, ведется строительство, ведет, точнее, нормализуется нормальная мирная жизнь и восстанавливается экономика. Что касается Алеппо, мы много слышали за последние 3-4 месяца, точнее, полгода, когда освобождался город, со стороны средств массовой информации Запада, это постоянные провокационные заявления, постоянные сфальсифицированные картинки, что якобы там дети погибают и так далее и тому подобное. Реально мы видели своими глазами, что дети сейчас возвращаются в школу, ту, которую никогда не ходили в течение 5 лет, дети благодарят Россию, именно детскими голосами благодарили Россию и рассказывали по-русски, выражали эту благодарность. Ни одной гуманитарной организации, о которых якобы, где эти белые каски, где эти врачи без границ, мы проехали всю Восточную Алеппо, по всем останавливались практически во всех кварталах, благодаря нашим саперам весь есть отметины, что МИН нет, ни одной так называемой гуманитарной западной организации мы видели, зато вместо этого мы видели великолепную, практически круглосуточную работу Центра примирения наших военнослужащих, а также других гуманитарных организаций, которые постоянно доставляют воду, горячую пищу, обеспечивают детей всем необходимым. И вот наша гуманитарная миссия, которая привезла в том числе гуманитарную помощь со стороны боевого братства, мы распространили, за что получили огромную благодарность, детская благодарность, это дорогого стоит. Потом, и что касается, хотел еще в двух словах остановиться на вот таких инфрационных вбросах. Мы встречались с Асадом, это наша четвертая встреча с Асадом из пяти поездок, один раз у нас не получилось, потому что было тяжелое положение в Сирии, боевики уже обстреливали Дамаск. Сейчас это абсолютно другой человек. Он, во-первых, его дух, который передался сирийскому народу, может сколько угодно говорить, что там Асад должен уйти, Асад уходит, он может сколько угодно говорить, но Сирия выстояла на знамени Асада. Хотите вы с этим согласиться, не хотите вы с этим согласиться, но это именно так. Поэтому и сегодня, даже если он пойдет на выборы, вот даже сегодня, он наберет совершенно запросто намного больше, чем 50%. Это будет, поэтому здесь надо исходить из реалий. Поэтому никакой-никакой болезни, от которой там писали, ничего, абсолютно бодрые, абсолютно владеющие информацией человек. И последнее, на что я хотел обратить внимание, наша встреча с бельгийскими парламентариями, о которой сказал Дмитрий Савлин, имела определенные, в том числе информационные значения для Европы. Европа сегодня тоже меняется. Сегодня Европейский Союз, который плясал под мазурку Обама, и сейчас не знает, как сесть в шпагате перед Трампом, руководством Европейского Союза, пытается, но национальные европейские парламенты уже имеют другую точку зрения. Парламент Италии, парламент Франции, парламент Германии, парламент Бельгии, парламент Истапани, ведущих европейских стран, с этими странами надо работать. И поэтому развивать группу дружбы с отдельными парламентами Европы. И таким образом вбивать клин в бюрократию Европейского Союза, потому что европейцы тянутся к нам, тянутся к правде. Им интересно, что там происходит. Они устали, когда им рассказывают байки о том, что там какая-то агрессия происходит. Они видят своими глазами. Это было на примере бельгийской организации. И последнее. И последнее касательно наших действий военнослужащих по поддержке сирийской армии. К сожалению, идет жесточайшая война. Люди погибают. И наши бойцы проявляют непременное мужество. Наши летчики и саперы, которые круглосуточно там работают. К сожалению, они погибают. И это герои нашего сегодняшнего времени. И мы должны воспитывать нашу молодежь, воспитывать в школах. Мы в свое время, в советское время. Мы слышали и знаем, кто такие Марат Козей, Александр Матросов, Николай Гастелло. Это все были на героях, которых мы воспитывались. Сейчас проходит поколение, проходит время. Были герои афганской войны, которые тоже, к сожалению, мы до конца не знаем. Были герои Нортоста и Беслана, которые мы... Но это надо показывать. Сегодня герои есть в Сирии, о которых надо говорить в школах и воспитывать поколение. Спасибо.